Как дела, друзья? Меня зовут Мако, и мы продолжаем с вами проходить Армелло. На этот раз у нас лето, наконец-то дождались весны, да, и хочется поиграть уже не на зимней карте, а на летней, конечно же. Я выбрал Брана, он дуболом, кроме того я нефритовое кольцо выбрал и любезность, амулет, который дает нам плюс два престижа с самого начала. Что же будет нас ожидать? Узнаем, конечно же, во время этого, этой попытки, да, забрать в очередной раз, или попытаться забрать трон. Так, выбираем задание. Запрятанное сокровище. Награды плюс один интеллекта и плюс один престижа. Талисман сил природы. При присвоении снижает уровень гнили до нуля. Угу. Камень духа. Раззява. Можно нанять. Плюс два к броскам во время испытаний. Плюс два к броскам. Оу, класс. Давайте пойдем, наверное, на раззяву. Где он у нас будет? Ага, хорошо. Баран серьезный парниш такой, по всей видимости, да. И летом как-то прикольненько, да, уже теплынь, елочки уже покрылись своими иголочками, деревца покрылись зеленью, но горы остались зимними и опасными. Давайте посмотрим, что у нас где будет ожидать. Да, мы столкнемся, получается, с Сана. С Тейном. Тейн довольно опасный противник. У него очень высокая... Атака. Большой урон. И Амбер. Который мы играли с вами в прошлой серии. Прошлые две серии, вернее. Хорошо. Значит, здесь нас ждет испытание. И я бы, если честно, отправился даже вот не знаю бы куда. В какую сторону. Нам, значит, сюда нужно. Давайте. Быть может, так и пойдем. Интересно, что будет делать этот королевский стражник. Довольно интересно. Ну ладно, погнали на испытание. Наверное, пойдем вот так вот. Чтобы здесь еще поселение одно взять под свой контроль. И да, карты. Самое главное. Наемники. Применить к лесу разравнинам поселению. Минус одно очко действия и минус два к здоровью. Понятно. Скипетр лорда. Можно присвоить. Плюс один к престижу за каждое захваченное поселение. Четыре стоимость. Это классно. И кристаллизация. Применить к кругу камней. Вызвать камень духа. Стоимость шесть магий. Ух-ух-ух-ух-ух. Хорошо. Погнали. Санна такой довольно массивный чувак. То есть Бран. Я уже как с Санной перепутал, да? Так, бросаем. Удары молнии. Минус три к здоровью и заканчивает ход объекта. Скорее всего нам не повезет. Да, нам не повезло. Вот тебе и начало. Ха-ха. Называется. Так, ладушки. Мне кажется, или зимой как-то более четко все. Тут какая-то такая дымка непонятная, да? Размазанная немного. Так, это у нас Сана ходит. Хорошо. И вечерочек. Довольно быстро. Гаденыш вылез, как всегда, из своей берлоги. Поселение, получается, у нас что? Незахваченное? Выходит дело, да? Давайте сделаем вот так. Вот так. И вернемся сюда. На нашу позицию. Вот. Больше ничего мы пока что делать не будем. Погнали дальше. Ага. Амбер попали карточки. И Тейн, видимо, будет преследовать именно... Ее. Или его. Такие споры иногда, да? В комментариях. То есть, девушка это или парень? Ну, в принципе, разницы-то никакой. Так, хорошо. Мы решаем, значит, судьбу. Проверка на вшивость. Королевские инквизиторы устраивают обыск по всему королевству. Герои, зараженные гнилью, получают минус один престижу. Время налогов. Время платить королевские налоги. Заплатите два золота королю. Нет денег? Получите минус один престижу. Давайте вот это пока. Проверка на вшивость. Отлично. Немножко подгадили. Стражники мелькают, стражники. Так, захватываем вот эту штуку. И очередное, получается, у нас теперь здесь испытание. Уху-ху-ху-ху-ху. Уху-ху-ху. Может, зайдем, попытаем счастье вот здесь, вот на туманной впадине. Давайте, наверное, так поступим. Попытаем счастье. Да, золотишко два. Отлично. Так, ходов больше у нас нет. Да, мы продолжаем. Да. Кстати, нужно карту. Скипетр. За каждое захваченное поселение. Плюс один. С зонтиком такая, да? Ох. Кто же к нам прицепится на этот раз, интересно? Кто нам будет мешать? Это может быть, друзья, кто угодно. Но что-то мне подсказывает, что это будет Тейн. Король-король. Ага. Камень духа рядышком буквально. Гад, блин. Неужели ты нападешь на нас? Нет. Он решил не испытывать судьбу, да? Давайте, наверное, присвоим за четыре золота нам скипетр лорда. Угу. Плюс один престиж. Хорошо. Так, 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 так. Идем сюда. И идем на наше задание. Еретики. Пробравшись в глубину бандитского 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 кнезда, вы находите сокрытый туманном лагере. 30 процентов. Минус один престиж. Возобновить их веру в силы природы. Плюс один духа и плюс один престижа. А если нет, то получится у нас минус один престиж. 30 процентов. Давайте рискнем, потому что раззява реально очень прикольный. Не хотелось бы, конечно, терять его. Да. Большинство еретиков не хотят вас слушать, но один из них колеблется. Ночью этот новообращенный сбегает и присоединяется к вам. Отлично. Раззява у нас есть. Два стоимости. Обязательно сейчас его возьмем. Наймем. Чудненько. Так, и давайте я... Кто упустил этот момент, быть может, я напомню просто, что он делает. Плюс два к броскам во время испытаний. То есть теперь испытания можно проходить с... Ну, с легкостью, да. Хорошо, забираем, значит, еще камень духа. Кроме того. И когда у нас новое задание... Нет нового задания. Ладно, заканчиваем ход. Вот новое задание. Бок среди травы. Камень духа. Город-призрак. Гадский клинок. Плюс три броска в бою и минус один к здоровью после боя. Это печалька, конечно. Искатель. Позволяет найти больше золота и магии при исследовании местности. Искатель очень прикольный. Сейчас мы его, наверное, и выберем. Мирный договор. Битвы между героями запрещены до следующего рассвета. Получите минус три к престижу за неповиновение королю и нападение на другого героя. Мы нападать вообще-то не собираемся. Но если кто-то будет нападать на нас, он получит минус три к престижу. Следующая внедом... Вневедомственная охрана. Король вербует наемников, чтобы усилить свой контроль над поселениями королевства. Нет. Давайте вот это возьмем. Минус три к престижу за нападение... Героя. Да, пока они лупятся, мы с вами берем Искатель. Освободить бы, конечно, вот это поселение рядышком с нами. Тем более нам вроде бы как по пути к следующему заданию, правда? Так, итого, у нас получается три монетки и три магии. Конечно же, возьмем предмет. Плюс два к магии, лунная настойка. Отлично. Сразу ее берем. Так, подожди. А, применить героя. Плюс два к магии. А здесь у нас шесть, да? Ну, давайте, почему нет? Так, хорошо. Значится... Значится, значится, значится. Так. Здесь, видимо, меня не пропустит. Королевский стражник. Здесь у нас есть испытание. Кроме того, мы можем завалить вот здесь вот гада. У него уже три здоровья. Взять вот это королевство на испытании. У нас плюс два еще броска на них. И вот сюда вот переместиться к заданию прямо. Давайте, наверное, так и поступим. Так, сюда идем. Сюда. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Плюс два гнили, и объект получает отравление. О-о-о, класс. Отлично, прошли. Да. Еще одна очка престижа. Пятерочка. Пятерочки у нас теперь. Пятерики. Пятерики-пятерики. Чудно. Все, заканчиваем ход. Воспламенение. Так. Ну, от Амбер, конечно, я не ожидал такого. Ну, ладно. Придется ей мстить. Минус один. Почему? А-а-а, захватило, получается, наше поселение. Камин духа. Блин, два очка престижа. И здесь тоже два. Окей. И я не могу отбить поселение сейчас, потому что будет... Вроде бы как еще действует этот указ королевский, да? Хорошо, берем карту трава, сил природы. Плюс два к здоровью. Применить к существу. Вовремя. Кстати. Идем сюда. Золотишко, плюс один. Мелочь, но приятно. Так. Мы, значит, сюда. И давайте попробуем напасть на гада. Пять атаки. У нас четыре. Блин, у него карт побольше, конечно. Давайте вот эту сожжем. И бросаем. Ох, как кости подлетели, да? Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Покромсал нас, гаденыш. Ох, покромсал. Да, минус три. Ну что, победа или смерть? Но если мы победим, то у нас будет, конечно же, два очка престижа. Даже три, походу, да? Плюс еще за поселение. Мы его освободим. А если мы проиграем, то мы потеряем одну очку престижа. Кто у нас лидер по престижу? Давайте посмотрим. Четыре. Ноль. Один. Один. Мы все равно будем в лидерах. Давайте рискнем. А, у нас хода больше нет. Да-да-да. Разогнался. Так, появляется конкурент. Ну, все, в общем, понятно. До конца игры нам будет амбер всякие ловушки и подлянки ставить. И устраивать. Видите, три престижа у нее уже. Военное положение. Король приказывает страже терроризировать ближайшие поселения. Ближайшие это... Ну да, у нас ни одного нет. Можно выбрать запросто. Королевская инквизиция. Король призывает инквизиторов. Все зараженные гнилью герои получают минус один к здоровью. А все пораженные гнилью герои минус три к здоровью. Терроризировать, говоришь, да? Можно вообще-то чужими руками убрать этого гада. Сколько у него здоровья, блин, я не помню. Мы, по-моему, один ему снесли. У него где-то троечка осталась. Давайте вот так поступим. Сейчас как раз проверим одну из моих теорий. Тянем карты. Так, возьмем, наверное, один предмет и одно заклинание. Потому что у нас семь... Семь магии. Фонарь моряка. Дает навык разведки. Прикольно. И применить герою мерцающий щит. На всех картах в руках у объекта появляется символ щита. Одна магия буквально. Неплохие картишки. Гад два здоровья. У нас тоже два здоровья. Фонарь моряка. Моряк... Па-бам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Разветосик. 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 Абрикосик. Чебуросик. Папандосик. Тут нас ждет... Камень духа. Давайте пойдем за камнем духа все-таки. Так. Ага. И вернемся на одну позицию. А там уже сможем... Это второй у нас получается, да? И все. И ждем. Назначает награду за голову объекта. За нашу. Подлая Амбер. Еще и два золота, блин, взяла. Гада тебе не хватает. Чтобы ушки немножко потрепал. Которые так и напрашиваются на это дело. И все нам по пути. У этого гада три здоровья. Предмет возьмем. Применить к существу огневина. Плюс одно очко действия и минус один к здоровью. Но это гниль, видите? Если даже мы будем сжигать, то... Ладно. Так. Три здоровья у нас есть. Давайте все-таки попробуем добить этого... Гавнюка. Гадского гадюшника. Гадюшника. Баналь. Ага. Три защиты. Ой-ёй-ёй. Ой, не нравится мне это. О-о-о-о-о-о-о-о. Что ж ты сильный такой? Гавнюка. И заразил нас гнилью одной. андер походу до крепенький гадрёныш попался печалька ох минус 8 нормально если честно я немножко рад что наш заядлый противник или соперник это не не тэйн то сейчас выходил просто и нам задницу бы резал темная буря король призывает темную бурю во всем королевстве появляются испытания с ударом молнии красная луна король призывает в армеллу темные силы все герои получают плюс один гнили испытание молнии нам не грозит хотя у нас есть бонус хороший минус 6 вот так тебе гад правда сейчас будет сложнее со стражником а нет смотрите у него одна буквально единичка здоровья хорошо друзья мы наверное продолжим с вами уже в следующей серии выиграем или нет как всегда узнаете из продолжения ссылка на плейлист в описании под видео комментируйте ставьте лайки подписывайтесь на канал на группу вконтакте и увидимся в следующей серии и в других видео тоже пока пока